Качество дорожного полотна и содержание единственной в Ненецком округе дороги, связывающей столицу региона с населенным пунктом, обсуждается автомобилистами постоянно на протяжении многих лет. Особое недовольство вызывает участок дороги на 12-м километре, который ежегодно в осенний и весенний период превращается в болото. Изменится ли ситуация в этом году? Подробности далее. Летящие из-под колес камни, местами так называемая стиральная доска. Каждый, кто хоть раз проезжал по дороге в поселок Красное, именно так отзывается о грунтовке протяженностью в 40 километров. Гневные комментарии то и дело появляются в соцсетях. Амортизаторы меняют два раза в год. Купил новую резину, хватило на два года. Сайлентблоки на месяц, шарвы на 2-3 месяца. Вопрос, за что мы платим транспортный налог? Издевательство над народом. Только по дороге из Красного от обгоняющей машины можно получить в подарок новое лобовое. Данная дорога относится к четвертой категории. Понятное дело, что после поезда к Пани и транспорту требуется ремонт. Стоит отметить, окружное предприятие Наринмар Доримстрой в любое время года делает все возможное для того, чтобы дорога оставалась проезжей. В летний период работы, конечно, меньше, чем в зимний. Тем не менее, техника на выравнивание дорожного полотна выезжает практически каждый день. Дорога у нас мониторится практически ежедневно на состоянии. То есть, если да, гребенка, сухая погода, гребенка очень часто появляется. Сразу же отправляется автогрейдер. То есть, он планирует. Также мониторится на наличие размывов. Самосвал, амкадор уходят, засыпают все это песком. Также все планируют. Впрочем, автомобилисты считают выход одного грейдера недостаточным. Качество дороги ужасное. Надо, наверное, выравнивать. Больше не знаю, как. Но вот эти новые технологии, которые применялись, они просто даже хуже сделали, чем... Хотели лучше вроде, а сделали хуже. Но один грейдер придется, а за ним вот такие груды отберутся. И смысла вообще нет у него. Хотя бы, может быть, если бы их несколько в паре ехало, может быть, они лучше делали. А от одного смысла нет. В 79-е годы дороги не могут толком построить. Начинали еще советский пример. Какая она была, такая стала. Только за ошибки дела поступают толком ничего. Что касается проблемного участка на грунтовке, расположенного на 12-м километре, том самом, где несколько лет назад были применены нанотехнологии с использованием химикатов, то средства на их ликвидацию имеются. Вот только профильные ведомства ждут результатов затянувшегося судебного разбирательства между Наринмар-Дориемстроем и подрядной организацией, которая и занималась использованием тех самых технологий. Ситуация находится на постоянном контроле окружных депутатов. Мы его постоянно рассматриваем и при любых встречах с департаментом ЖКХ и строительства и с центром строя заказчика мы этот вопрос поднимаем. Значит, в последнее время нам обещали, что этим летом ремонт будет сделан за счет средств, которые закладываются на содержание дороги и приведение ее в нормативное состояние. То, что идут какие-то суды, я считаю, что это не может быть причиной непроведения ремонта данного участка дороги. Его нужно делать в первую очередь. Добавлю, время для ремонта проблемного участка дороги еще есть. Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.